Добрый вечерчик, дорогие друзья, особенно те, кто, конечно, залетел в Теру Луну, в Теру Классик и в особенности токены UST. Сегодня мы разберем, куда дальше последует движение, стоит ли держать токены или стоит слить и вообще забыть эти токены. Но факт в том, что действительно данные токены, данные проекты сейчас помогают зарабатывать в таком, конечно же, галлотекущем рынке криптовалют, когда в особенности биткоин падает и, например, та же Луна Классик довольно-таки неплохо выросла, дала порядка 300% от своего днища и, в принципе, также вырос токен UST. UST к BUSD вырос практически в десятки раз и стоит отметить, что сейчас ситуация, конечно же, меняется. И меняется она с тем, что биткоин показал падение, то есть он упал с 20 тысяч на ниже 19 тысяч, да, и сейчас торгуется около 19 тысяч долларов. По, естественно, UST ярко выражено, что здесь крупный игрок фиксировался, выходил. Соответственно, здесь стоит отметить, что перехай на Binance здесь был сделан, да, то есть в основном мы увидели то, что здесь люди сливали свои токены UST, но крупный игрок, манипулятор, в принципе, вынудил их выкупить обратно, да, видимо, сделать это на хаях и, соответственно, сейчас слил данный токен. Что у нас есть из претендентов на памп, это, конечно, Луна USD, то есть потому что здесь этот форк, он еще не пампился. Хочу напомнить, что оригинальная Луна, это Луна Classic, которая была пропамплена практически недавно и хочу отметить, что Луна Classic, у нее капитализация уже там порядка миллиарда долларов была, да, сейчас это меньше. Давайте сейчас посмотрим, что у нас с капитализацией, это 800 ярдов, соответственно, капитализация у нас довольно-таки, ну, скажем так, немного обанкротилась, да, на 20%, если мы будем смотреть, соответственно, MarketCap на сегодняшний, на данный момент, да, то, соответственно, здесь потихоньку денежки уходят. Но капитализация, кстати, переваливала за ярд, это было ночью и сейчас потихоньку Луна Classic, она откатилась. Если мы будем говорить про Луна 2.0, то с точки зрения манипулятора, скорее, дальнейший памп будет именно на этом токене, потому что, во-первых, его капитализация данного токена это 267 миллионов долларов, да, и практически можно сказать, что данная капитализация, она, конечно же, намного-намного ниже, чем у того же стейблкоина USDC или же у Луна Classic, то есть можно сказать, что действительно это так. Также стоит отметить, что в эмиссии сейчас 127, значит, миллионов токенов, соответственно, здесь, конечно же, мы будем видеть, что потихоньку-потихоньку токены будут выливаться в рынок, но не так сильно, считая, что стоит довериться графику, потому что график нам показывает, что как ни крути, но здесь Луна 2.0, форк, она показала грязное дно, то есть здесь были одураченные инвестора, холдеры, которые купили по 2 доллара, думали, что сейчас рынок развернется, но нет, в итоге их встряхнули и встряхнули и отправили Луну на 1.5 доллара. Сейчас мы видим, что, естественно, сама Луна 2.0 показывает этот тренд, да, трендовая линия нам показывает то, что, в принципе, инструмент готов разворачиваться и скорее на вот этих заработанных деньгах манипулятора, на Луна классике, на USTC, как только, в принципе, эти инструменты ему надо, ну, просто полностью он потеряет к ним интерес, соответственно, он займется данным инструментом, потому что довольно-таки легко разогнать капитализацию и, например, увеличить там здесь Луну в 300-500% ее стоимость, то есть на самом деле это реально. 500%, соответственно, это 10 долларов за токен Луна, от 10 долларов хочется отметить, что было практически основное движение здесь на бирже произведенного Binance, когда токен начал торговаться, соответственно, это реально. И если мы также говорим про какие-то составляющие в плане прорыва, какие-то технологические составляющие, что вообще нам может предложить Луна 2.0, то, соответственно, здесь мы видим, что и крипто кошельки уже поддерживают токены 2.0 и также здесь они дают децентрализованные приложения, они уже доступны для юзабилити и также мы можем, в принципе, говорить о том, что есть определенно проекты, которые уже работают на этой X-теме, то есть мы видим, что и другие кошельки также поддерживают Луна 2.0 и, например, XdeFi кошелек, он, в принципе, теперь раздает Terra 2.0, то есть вы можете проверить свой кошелек, так как сеть Terra теперь официально поддерживается. То есть мы видим, что, в принципе, здесь манипулятор, как ни крути, или же разработчики, они не забрасывают этот проект, этот проект, она составляющая и составляющая непосредственно манипулятора, который будет впоследствии пампить, значит, Луна 2.0, как это он сделал с Луна классик, то есть с оригинальной Луной. Ну и, кстати, стоит отметить, что, например, здесь тоже Ченжели, в принципе, стоит отметить, что они тоже листят, да, и теперь на Ченжели тоже Луна доступна на данной платформе. То есть мы можем сказать, что в отношении Terra 2.0, именно в отношении данного токена, так он выглядит именно оранжевым, мы можем сказать, что именно, в принципе, над ним тоже работает. И это говорит о том, что, в принципе, здесь данный токен, соответственно, крупный игрок, он будет пампить. То есть манипулятор, маркетмейкер, как хотите так называть, но, в принципе, здесь пока что картина довольно-таки интересная. Здесь у нас явно напрашивается аптренд, да, и пока что, в принципе, у нас переломный момент стоит в уровне 2.04, да, то есть если здесь мы уйдем, и дальше будет уже поддержка 1.92, затем 1.77 и затем, возможно, ретест дна, это 1.60. То есть определенно мы можем сказать, что падение потенциал есть, но при пробое того или иного уровня поддержки. То есть они, эти уровни поддержки здесь сейчас есть. Если мы будем разбирать часовой график, да, то здесь явно манипулятор сделал такую небольшую двойную вершину, я бы даже сказал тройную, здесь, естественно, сливал луну и слил он сюда. Ну, возможно, также падение биткоина отчасти повлияло, но не сильно на самом деле, да, и сам биткоин не сильно упал. Но если мы будем говорить про, естественно, рост луны текущий, да, то, например, мы можем сказать, что USTC вырос на 1000%, луна классика она выросла на 300%, здесь мы увидели рост на 75 всего процентов, да, то есть луна классика даже, по-моему, на 400 почти процентов выросла. Если мы будем говорить про, опять-таки, такой рост луны 2.0, то там район 2 долларов сейчас для покупки это нормально, адекватно, а район там роста терлы луны, естественно, это там район 5 долларов. Опять-таки можно говорить, что это скамина, что это все фейк, что сюда не нужно инвестировать, но в чем прикол в том, что действительно многие сейчас думают, абсолютное большинство, и когда большинство думает, что не нужно инвестировать, не нужно покупать, нужно стрематься и отходить от этого проекта, то вот эти проекты, они выстреливают, и, как назло, такие люди, которые, в принципе, всячески отодвигают данный проект, они потом влазят на хаях, то есть они могут купить данный токен по 5, по 10, по 20, а то и даже по 50 долларов, куда, в принципе, луна и может прийти с ее эмиссией на текущий момент, которая доступна от порядка 100 миллионов токенов. А если мы говорим про определенно то, что у нас имеется на данный момент времени, то падение биткоина, в принципе, лишило статуса миллионеров, и 82 тысячи миллионера с половиной, они лишили статуса, то есть это холдеры, которые были миллионерами на пике биткоина, и вот сейчас практически те, кто держат, они вот лишились этого статуса. Но нужно отметить, что майнеры, они также давят цену биткоина и также сливают биткоин, стоит отметить, что на месячном графике, в принципе, у нас здесь действительно уже 30 июня, сегодня последний день месяца, и если у нас будет закрытие ниже, значит, 50-го мувинга, который указывал навсегда на дно биткоина, то действительно это будет что-то новое. С другой стороны, здесь могут опять-таки выкупить и действительно послать биткоин там обратно в район выше 20 тысяч долларов. Но нужно отметить, что здесь в рамках этого графика мы встречаемся впервые с таким явлением в истории, когда тело свечи закрывается ниже 50-го мувинга на месячном таймфрейме, и это может означать, что действительно биткоин будет довольно-таки длительное время околачиваться от, возможно, района 14 тысяч долларов до 20 тысяч долларов, то есть ниже этого мувинга. Впоследствии после накопления он, конечно, выйдет выше, конечно же, такое будет, но определенно это пока что то, что мы имеем. Ну и дольше банки, например, спрогнозировали возврат биткоина к 28 тысячам долларов, но есть такая ремарка, что, в принципе, так как идет корреляция с индексами NASDAQ 100 и S&P 500, то они полагают, что эти бенчмарки становятся до январских уровней к концу этого года, потянув биткоин. То есть стоит, конечно же, ждать рост к концу года, заявляют они вот таким нехитрым способом. Но, тем не менее, в принципе, заявление было сделано, в принципе, я думаю, что еще до 30 июня, и, естественно, оно форсилось, и многие, скорее всего, купили биткоин, и здесь опять-таки многих опрокинули. Что от биткоина жду я лично? Я жду для начала ретеста того уровня, куда он приходил. Ретеста дна, а именно это район 17.019, даже ниже, 17.017, 17.017, вернее, да, и впоследствии уже буду смотреть, как дальше торговать, что дальше делать, потому что действительно сейчас мы имеем с вами медвежий рынок, который не останавливается ни на минуту, хотя вот как бы альты рисуют, что это якобы дно. Хотя вот эфириум все-таки здесь погулял немного и решил отправиться вниз опять-таки. То есть, если на недельном таймфрейме можно было говорить о том, что наконец-таки движение застополилось, то сейчас, видимо, если мы пробьем отметку 900 долларов по эфиру, то движение вниз еще продолжится, и цена за эфир там 700 долларов, 500 долларов, это вполне адекватно. Некоторые говорят, что такого не может быть. Я вам скажу более, что может, потому что эфириум корректировался в своих циклах на 95% зачастую, если мы говорим про 95%, то это район даже 200 долларов, поэтому думайте. С темночься, пока и до новых встреч.